Иран получит доступ к своим замороженным на Западе активам, которые оцениваются где-то в 50 миллиардов долларов. У Тегерана разрешено теперь покупать нефть, сталь, золото, уголь, фисташки, автомобили. Сняты санкции в отношении Центробанка страны, в Иран можно поставлять пассажирские самолеты. В Тегеране довольны, а в Вашингтоне вроде бы тоже. Это соглашение демонстрирует, что при наличии политической воли, настойчивости и с помощью многосторонней дипломатии мы можем решить самые сложные вопросы, принимать реалистичные решения и работать эффективно. Это сильное и обнадеживающее достижение. Иран пошел на небывалые шаги. Многие люди сомневались, что Тегеран сможет выполнить все условия. Но мы должны признать, власти проделали огромную работу. Конечно, кроме Кэри и президента Обамы, есть еще масса их противников в американском конгрессе. Республиканцы недовольны самой ядерной сделкой и входившим в нее обменом заключенными. Тегеран освободил четырех американцев, Вашингтон – семерых иранцев. Фаворит президентской выборной гонки Дональд Трамп не скрывал возмущения. В сущности, они получат 150 миллиардов долларов плюс этих семерых, а мы четверых. Звучит не слишком хорошо. С одной стороны, санкционного списка вычеркнуты около 400 компаний и персоналей. С ними разрешили вести дела. Но кому разрешили? С зарубежным филиалом американских компаний и иностранным фирмам. А непосредственно американским юридическим и физическим лицам по-прежнему запрещено поддерживать деловые отношения с иранцами. И вообще, санкции за ядерную программу считались вроде бы как вторичными. Ирану не могут простить исламскую революцию 79-го года и национализацию многих западных активов. По этому поводу разговор с Исламской Республикой еще не окончен, настаивает в Вашингтоне. Министр финансов США Джейкоб Лью заявил, что Соединенные Штаты и дальше будут использовать политику санкций против Ирана. Он подчеркнул, что достигнутая договоренность, цитата, касается ядерной сферы и не решает проблем в других областях, где поведение Ирана остается неприемлемым. Американская эмбарго на торговлю с этой страной, по словам Лью, в целом остается в силе. Что касается нефти, с ней не все так однозначно. Одни кричат, караул, иранская нефть обрушит рынок. Другие, наоборот, полагают, что Тегерану невыгодно продавать сырье по установившимся низким ценам. Мол, мудрые персы придержат нефть, пока она не начнет дорожать. Вот и президент Ирана Хасан Рухани заявил, при нынешней цене на нефть его страна не может более ориентироваться только на этот источник доходов. Нужно развивать другие отрасли экономики. Теперь по поводу России. Переговоры по ядерной программе длились не один год и порой заходили в тупик. И если бы не Москва, санкции против Ирана, возможно, так никогда и не отменили бы. Россия в этих переговорах сыграла ключевую роль. Рассчитываем, что все стороны продолжат ответственно и добросовестно подходить к вопросам, касающимся дальнейшего выполнения обязательств. Успешная реализация плана действий будет способствовать упрочению режима ядерного нераспространения, поможет решению комплексных задач укрепления международной и региональной безопасности, прежде всего на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Ну и отмечу еще один очень важный момент. Уран с территории Ирана вывозили при содействии специалистов Росатома. Гарри Книгницкий, НТВ.